Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании РосКо. Директор знает, начальник умеет, референт делает. Помимо руководящей работы, работа директора подразумевает подписание множества бумажных документов. И нередко на бумажную волокиту не остается времени. Тогда руководитель просит черкануть на своих документах подчиненных. Чем чревата подделка подписи директора на документах, узнаете в нашем новом видео. Для некоторых руководителей подписание документов – рутинная работа, которую они перекладывают на своих подчиненных. Не все работники могут поспорить с боссом и предложить иной вариант подписания документов. И вот берется подпись директора и старательно перерисовывается на нужный документ. В других случаях работники по своей инициативе подписывают документы с директором. Например, руководитель находится в командировке или отпуске, а документ не терпит от логариста. Однако такое рисование подписи может привести к уголовной ответственности для ее художника. Как здесь не сказать цитату из Салтыкова Щедрина, благонамеренной речи? «Вы взыскиваетесь меня по векселю. Но этот документ фальшивый. Вот настоящие, притом современные документы подписи должника. Здесь самое неряшество подписи доказывает, что она действительная». Решить все разноплановые вопросы юридического характера собственными силами крайне непросто. Поэтому следует не терять время и сразу обращаться за консультацией к профессионалам. Для получения помощи юристов компании «РосКо» позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форум обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Какая ответственность наступает для работника, подделавшего подпись директора? Каков бы ни был мотив сотрудника, соментировавшего подпись директора, данное действие расценивается как уголовно наказуемое деяние. Пределы ответственности зависят от последствий подделки подписи на документах. Виз компании «РосКо» Ольга Шуменкова разберется, какие сроки и за что может получить сотрудник, подделывавший подпись. Например, бухгалтер может подделать подпись директора на внутренних документах. Так, работник уходит в отпуск, пишет заявление, директор разрешает и ставит свою подпись на заявление. А приказ на отпуск за директора подписывает бухгалтер. В данной ситуации о фальсификации никто не узнает. Работнику выплаченные отпускные директор не возражает против отпуска. Конечно, подписанта можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Но в подобных ситуациях никакого наказания сотруднику не применяется. Иное дело, если имитация подписи совершена на внешних документах. Да и нередки случаи, когда директор впоследствии говорит о том, что «я не я» и лошадь не моя. Еще печальнее выглядит ситуация, когда подделываются подписи на сделанных документах поставщиков. Такие документы чаще всего применяются в налоговых схемах. В подобных случаях налоговые органы не принимают расходы по ним, а суду такие документы поразняются фальсифицированными. А знаете ли вы, почему подделку называют липой? Об этом расскажет специалист по связанным с оптичностью компания «Роская Ксения» и снова. В старину древесина липы применялась для изготовления подделок царских печатей. Опытные чиновники могли отличить дерево от металла и распознать липовую печать. Со временем эти слова начали применять для обозначения любой подделки. Продолжим. Если же подделывают подпись директора и наступают негативные последствия, то подписанту может грозить уголовный срок, лишение свободы до двух лет, назначение принудительных работ на этот же срок. Например, сотруднику нужна была справка о размере зарплаты для получения социальной выплаты. Недолго думая, работник нарисовал нужные цифры в справке и подписал ее. В результате ему назначили уголовный срок, а жалоба в Конституционный суд не возымела никакого действия. Еще об одном судебном деле расскажет юрист компании «Русская» Татьяна Кременюк. В одном из рассматриваемых споров главный бухгалтер похитила чековую книжку, подписала за директора чек и сняла деньги. Компания обратилась за возмещением убытков по статье 395 Гражданского кодекса в размере более 2 млн рублей в банк. Однако суды отказывают в возврате денег по подложенным документам, ведь банк исполнил все требования по идентификации клиента, сравнил подписи вырастами банковских подписей, поэтому убытки должны быть возмещены лицом, подделавшим чек. За подделку документов, удостоверяющих личность, а также штампов, печати, бланков, их использование, передача или сбыт наказывается компания. Размер штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Причем в данном случае наказание не заменяется на предупреждение. Для того, чтобы выявить поддельную подпись, необходимо назвать экспертизу. Для ее назначения обращается заявление в территориальное подразделение МВД, либо в суд. А далее назначается подчерковическая экспертиза. Такая процедура проводится государственными экспортными учреждениями, а также независимыми экспертами. Специалисты используют различные методики для распознавания фальшивой подписи. Для того, чтобы не рисовать чужую подпись, необходимо на вполне законных основаниях делегировать ее другому сотруднику. Например, право подписи счетов фактур, накладных и иных документов можно оформить приказом по компании. Главному бухгалтеру может быть передано право подписи финансовых документов. При необходимости подписания договоров и других внешних документов нужно оформить доверенность. В ней нужно указать круг полномочий доверенного лица. Как правило, в отпуск директор не уходит внезапно. Поэтому на время отсутствия руководителя нужно оформить сотрудника, который будет временно исполнять его обязанности. В этом случае кадровой службой издается соответствующий приказ. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите в комментариях к нему. Юристы компании «Роско» с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, мустроско.